И вот, что у нас получилось к концу пятого дня. Перстень фирмы Фиксберг Джай. Это вы зачем делаете? Какое? Все ждут. Будем клеить и беряйте. И лощила их дома обычной чайной ложкой. При свечах? При свечах, да. Было очень профессионально. Я очень много узнал, хотя керамикой занимаюсь больше 20 лет. Древние говорили, все боится времени. А мы добавляем, время боится керамики. Добро пожаловать на мой гончарный интенсив, который будет у меня в мастерской здесь. И мы будем крутить ложки, тарелки, горшочки, чашки. И соберем волшебный глиняный чайник за гончарным кругом. Это интенсивная программа. Она идет 5 дней. Ссылка в описании. Вы слышите? Это стучится лето. Весну мы уже упустили. Но лето мы никому не отдадим. Целых 10 дней в Крыму у нас совместная выездная программа. Лепка из цветных глин. И еще обжиг раку. Восстановительный обжиг в яме со стружками в бескислородной среде. Друзья, с 12 по 21 июля. 10 дней солнце, море и глина. Ссылка в описании. Зарезал. Кого? Изделие своего. Шедевр свой. Зарезал. Еще, вот покрыть глазурью металлосодержащей и в раку обжиг. Прекрасный шедевр будет. Это что для... А, так это пепель? Это называется вещь с надрывом. На надрыве. Делал на надрыве. Не надо кушать глину. Я так, немножко. Наставь на ужин. О, арт-объект. Чем кривее, тем дороже. Такого больше нет. Нигде не найдешь. Да, и вряд ли будет. Потому что будут, скорее всего, более... Обточенные изделия. Вот такие. Более... Всегда они будут красивые. Эталон. Да. Меня зовут Катя. И я начинающий керамист. И вот посмотрите, в конце нашего гончарного интенсива, какая красота у меня получилась. Поэтому, если вы, как и я, тоже только начали свой путь в этом просто безумно интересном деле, не бойтесь. Приезжайте к Илье, и у вас тоже получится вот такая красота. Спасибо огромное Илье и его семье. Было очень интересно, очень много информации. И надеюсь, что я это все в скором времени осуществлю в своих работах. Упражнение называется «Драгоценные камни и самоцветы». Делаем перстни и ожерелья. Вот. Перстень фирмы Фиксберджа. Фиксберджа нечто другое производил. Он все производил. И яйца тоже паскальные, а у него там очень много было. Давайте, значит, начнем с первого обжига. Это называется «зольные глазури», а они у нас вот здесь. «Зольные глазури», сейчас мы поговорим. А первый обжиг – это «утильный». «Утильный» или «утильный». Печенька. Да. Ну, они не… Значит, это одно и то же. Да, или «белье» такой термин после него получается. У нас, оказывается, учится мировой спортсмен. По какому виду спорта? Убедитель. Рогейн. Рогейн. Это не спортсмен, который справа, это спортсмен, который слева. Ну, это мои соседки, между прочим. Давайте так. Не просто. Все тут. Это на байдарках, это спринт, да, и марафон, и все вместе. В лес, на велосипеде – это круче айронмена. Так, да? Кому я это думаю? У меня есть скучно, наверное. Я не могу ничего не делать, бежать. Надо думать. Это думать еще. По дороге все время думаешь. Куда тебе бежать? Ремесленник знает как, а мастер знает зачем. А вот скоро будет, знаете, какой будет спорт. Вот это, только за спиной рюкзак, валюшка из шеи с глиной. С глиной. И все то же самое. Да, вот она, валюшка. И пойди, добеги и скрути. Снимаю Максима, пока на кругу что-то приличное. И пока у меня в руках телефон. Вот, что это у тебя? Это стакан. Я не попал. Отлично. Не без помощи мастера, но почти все сам. Прекрасно. Да, а у тебя что? И у тебя стакан. И здесь стакан. Да, работают много ошибками. Ну, прекрасно. Выправление дна. Второе дно. Походите. Да, отлично. Во. Все правильно. Мама не верит, что ты за гончарным кругом. Мама верит, но хочет посмотреть. Хорошо, мы тебя сфотографируем. Спасибо. Я даже представляю, чтобы получилось еще лучше. Максим, представляете, Максим, ваши руки, да? Там еще одни руки, еще одни руки. Потом ваш голос. Отойдите, это моя. Кругруга. Это моя зона. Идет пиление. День третий. Или четвертый же. Пиление. Дошли до распила. Вот смотрите, сколько у нас богатства уже. Это вы зачем делаете? Какое? Чтобы повесить на стенку половиночку. Или какой? Дреть. Можно на магнитике и на холодильник. У меня нету. У меня нету. У меня он деревянный. У меня он деревянный. Да. Можно в грубом случае остановить ее, просто подвинуть и опять начать. Видите? Вот. Ничего страшного. Взяли, чуть-чуть приставили пальцы, потихонечку убрали. Вот она стоит на месте. Так, что это? Это, наконец, пришло время, пришло время рассказать общественности, как делается супчик керамиста. Называется шулюм. Но по нашему фирменному рецепту. Еще немного, и весь мир узнает. Еще немного, и мир будет есть именно этот суп. И, естественно, у него будет получаться все лучше и лучше. И крутиться, и лепиться. Включаем духовку. Ингредиенты секретные? Нет. Все расскажу. Глина первая. Глина жидкая, глина твердая. Друзья, обратите внимание, это мое домашнее задание. Так как я немножко не успела на курсах долощить свои изделия, я взяла их домой. И лощила их дома обычной чайной ложкой. При свечах? При свечах, да. Так как в момент всего действия у меня выключили свет. Во как. Приходишь домой, выключают свет, распускаешь косу длинную. Берешь ложку. Выглядело это очень аутентично. И вот такой результат получился. Даже. Отлично. Это первый день мы делали? Это мы делали в первый день. Да. Это мои первые, можно сказать, агут тарелочки. Первые. Первые. Вот здесь уже готовятся носики, чайники, носики, чайники. Все ждут. Будем клеить и беряемся. Как же меня зовут? Меня зовут Алеша Писарчук. Я начинающий гончар. Уже дипломированный. Абсолютно случайным образом я попал на гончарный интенсив к своему другу и приятелю Илье Калашникову. Я сомневался. Он сказал, не сомневайся, сделай этот шаг. И я его сделал. И, друзья, еще. Но это вообще, это снимать нельзя. Знаете почему? Потому что еще утром я думал, пускай все делают чайники. А мне не до чайника. Чайник это где-то в далеком будущем. И вот день на излете. И это мой первый чайник. И в нем только один, у него есть только один минус. Он очень тяжелый. Очень тяжелый. Он весит как полтанка. Но тем не менее, я очень доволен. И чайником я очень доволен, интенсивным. Было очень грамотно. Было очень профессионально. Я очень много узнал. Хотя керамикой занимаюсь больше 20 лет. Илья, спасибо большое. Сосед, я подрос раньше. Что? Что? Ничего, ничего. Нет, что ты сказал? Я говорю, сосед подрос раньше тебя. Какой сосед? Он стал раньше к танке крутить. Какой сосед? Правый? Так, ну вот. А теперь главное нам... Вообще-то я уже лепил танку. А теперь главное силуэт нам восстановить. Чтобы со всех сторон мы оглядывали чайник. И у нас не было никаких там заломов. Еще есть нюанс. Он очень важный для длинных носиков. У нас носики начинают раскручиваться во время сушки. Как? И их все время клонят влево. Влево? Потому что они закручены вправо. А если у вас носик закручен вправо, то их клонят влево. А я думал, что ты скажешь, что у них влево, потому что автор гончар правшая. А тот кто? Нет, это зависит от направления вращения круга. Понятно. В длиннице храняются какие-то напряжения влевые после выкручивания? Да просто структура меняется вся после гончарного круга. И гончарная посуда, она при прочих равных условиях крепче, чем литьевая, потому что у них у горшков чешуйки закручены просто по спирали. А в литьевой посуде они хаотичны во все стороны. Там чайник у нас вскипел. На нее давайте изгромоздимем все изделия, они как раз успеют. А Инна, тебе это нужны вообще или? А, наверное. У нас аккуратно. Ну, нет, лучше двумя руками поддерживать. Вот ваш медальончик. Ань, вот. Медальон. Ну вот, в общем, я вам показал. А дальше сами, да? Дальше сами, да. Опа. Вот так. Аккуратно. Аккуратно там. Улитка с верхнего стакана перебежала на нижнюю. Да здравствуй. Керамика. Во всех ее проявлениях. Осторожно. Она называется марсианская глазурь. Она красная с такими черными. Для инопланетных керамических изделий. Инопланетная такая. Ну, восстановление, конечно, роскошное. Просто роскошное. Я на него любуюсь, прихожу, любуюсь, ухожу. С содой ототрется, надеюсь. И тогда это будет более так. Моя змея выжила, не развалилась. И моя. Помните, мы думали развалится, не развалится, нашли коклееное? Нет. Не развалилась. Мусечка. Да, склеилась. 950, да? Да, 940. Потому что у нее перевес несколько. Мне кажется, относительно этой печи. О, так это мой. Котик, котик. Ой, 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 котик, котик. Не кокните, не кокните. И какой-нибудь дубротефектарный глазурь сделает. И будет супер. Так, что ты сделал? Супер. О, так. С шурупчиками даже. О, это мое, это мои. А шурупчики для чего? А шурупчики, это как бы фляга такая. А это мои, эти, шурупчики. Так, ладно, я поставлю, ты где еще уже держать? Да, да, давай. Если скажешь, сама сделала. Сама сделала. И все, может, иди, 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 иди. Иди, 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 иди совершенно нечаянно в глину мне невероятно нравится что всегда есть результат то что можно потрогать есть на чем порисовать я очень люблю рисовать и ну можно развиваться в этом безгранично и я хочу очень поблагодарить илью за этот замечательный интенсив еще вчера я вообще не верила что я смогу что-то выше тарелки слепить но сегодня вот это вот полностью слепленная мной вещь я очень довольна и хочу продолжать гончарный круг гончарный круг да это волшебно особенно когда начинает что-то получаться ну а вот здесь вот в этом доме это невозможно чтобы не начала получаться это просто обязательно получится приходите все это важно нет ли не кверх ногами потому что там будет просто грязная поверхность если вы кверх ногами то у вас будет вот здесь грязно тут поверхность вы не часто смотрите вот это раз а во вторых чуть-чуть надо периодически вот она будет подсыхать надо будет ее ну что ли двигать двигать для того чтобы она не прилипла изделие потому что она прилипнет глине глину эту возьмет изнутри из пор бетинга а вот такую змею можно замолочить или не стоит да можно а молочение оно дает более меньше проницаемость и более лавка поверхность или только мишка не меньше проницаемость вот поверхность не даст пошла змея за молоком змеи говорит молоко с водой же дам долеваем а после этого мы пешку сажаем на полтора часа вот это сюда не влезет уже десущийся да сейчас мы перегрузим не сохнет молоко оказалось что большая температура в одной из моих печей посмотрим как будет давайте сюда влезет влезет думаешь да мне кажется если все подвинуть в полотно то влезет мало очень впитывает глина печь немножко пережгла видимо посмотрим сейчас что получится не впитывает почти вообще что у тебя опять у меня опять червячок на какой идеальный толстенький толстенький таких сейчас уже почти не делают вот это будет замечательный штанг замечательный из центра из центра вселенной палка трех концах шликер гуще или шликер жижи микро детский чайник да да максим детский чайник и идет сборка чайника и сушка прилавка не дай надо короче и вот что у нас получилось концу пятого дня нет шутка конечно прекрасный арт-объект работал по специальному заданию да это носик для супер чайников да но какие чайники это то что просто действительно замолочилась крапинку это еще не молоченая вот это вот она вот она кольцо всевластия началась магия скоро я стану хорошим мончаром а не плохим дайте мне что-нибудь еще выкрутить глиняная переходное кольцо медальон для эфирного масла то есть вот он здесь цепочка мешает открыть какой-то пористый шарик они еще выдают тебе сразу комплект разноцветный туда капаешь маслица вот можно глину запросто на скорость и мы делаем медальончик такие большая от коронавируса да и чесночного сока или немножко сырой родной русской земли насыпал и побежал где-нибудь в канаде и победил сам момент сам мэйджик да вскрыли вскрываете и раскрывает пожалуйста запасные носики и фигурные носики так гостях производитель оборудования никодим у нас алексей привет представляет гончарные круги никодим да потребляем суп из горшка настоящее суп венчаров меня зовут максим сравнительно недавно наткнулся на видеоблог или калашникова стало интересно раньше керамики не имел некого отношения но стало очень интересно и вот за пять дней смог уже что-то сделать своими руками похожие не на кромешный ужас чему очень доволен спасибо большое все было здорово рекомендую всем приехать на интенсив даже если вы не керамист пять дней как один день как один миг пронеслись за окном шел дождь и за окном светило солнце нам было некогда нам иногда никогда было даже поесть и вся штука знаете друзья только в одном вот прошло пять дней и я понял мы больше себе не доверяем чем доверяем я никогда не думал что я выкручу и сделаю и соберу свой чайник и сегодня это случилось я даже не мечтал а это произошло мы больше себе не доверяем чем доверяем поэтому покупайте глину и месите 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 да здравствует большая лепня все будет хорошо это человек из глины женовек теперь крутить из глины можешь сам не пожалеем сил перевернем весь мир и слава 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 ганчерам и слава 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 ганчерам